Это очень сложно. Коррупция в России, еще Салтыков Щедрин говорил о том, что воровство неизлечимо, оно всегда было в России с давних времен. Это очень сложно, потому что это зависит от людей, которые населяют эту страну. Есть честные, есть порядочные, есть воспитанные, есть добрые и так далее, и так далее. А есть по натуре своей варьё, которым не хочется, хочется хорошо жить, но не хочется работать. Хочется иметь всё, но для этого ничего не делать. Вы понимаете, я вот к таким людям относился бы очень жёстко. Когда-то у нас был такой указ, который определял тунеядство как преступление, и людей высылали куда-то на работу и так далее. Я считаю, что с тунеядством надо бороться, чтобы бездельников было поменьше. Больше того, я вам скажу, у нас такое количество охранников, бездельников, которые ходят там следом за какой-то шишкой, простите меня, чиновничей, охраняют его, и он ничего не делает, ничего не производит, он только получает деньги. А их тоже надо посмотреть и предложить, скажем, уменьшить количество этих бездельников, которые ничего не делают. Здоровые мужики ходят, да и вас бы на поле, на фабрику, ещё куда-то повкалывать. Вот, что касается санкций, да, вы, значит, говорите, как с коррупцией. Что касается самой коррупции, это очень сложный вопрос. Я бы не стеснялся применять жёсткие меры. Вот как я всю жизнь говорю и выступаю, и борюсь за то, чтобы была введена смертная казнь, потому что Господь Бог дал нам жизнь, и никто не дал права никому отбирать его у другого человека. И если ты забрал всю жизнь, отдай свою за эту жизнь. Я за смертную казнь, и я и за жёсткость, когда дело касается вродства. Вот в Китае там и казнят, и отрубают руки, и так далее, и так далее. Я бы не стеснялся того, чтобы публично наказывать людей, которые воруют. Это наши заработанные деньги, наше богатство, наше общее достояние воруют. И те, кто воруют нефть, газ и золото, и те, кто воруют деньги, я бы наказывал их по всей строгости.